доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 24 января 2021 года и наши кролики вышли погулять моника самый веселый крольчонок она бегает прыгает всем интересуется подходит меня нюхает мишелька и ромео больше заинтересованы обследованием комнаты а моника весело играет сегодня я угостила моих крольчишек вот таким лакомым гнездышком которое состоит из разных видов разрешенных сушеные яблоки ячмень сушеная тыква сушеная морковь овес пшеница люцерна клевер листва дуванчика и разнотравья лакомство витаминная вот так она выглядит но кроликов его отняла дуся и вот как вы видите его с удовольствием грызет но кроликом она тоже понравилась и кролики его тоже попробовать успели дуся дай кроликам их еду что-то вчера писали в комментариях почему не дали дуся мясо дуся оказывается травы у нас хочет вот видите что делает дуся дуся кушает травку отняла у кроликов утащила дорогие друзья я очень рада что с появлением кроликов на канале нашего питомника появились новые друзья и подписчики любители кроликов это маша маша тебе привет от наших кроликов и дуси дусинка маши тоже очень понравилось и маша просила передать привет дуся от машей нашим крольчишкам передаем дуся тебе привет от маши моники ромео и мишельки привет от маши а маши привет от наших пушистиков я очень рада что с появлением новых питомцев у нас на канале появились новые друзья и подписчики это не только машину и профессиональные скажем так заводчики кроликов кто разводит кроликов серьезно это фермы это частные хозяйства и конечно для меня это приятно потому что для меня это только начало вот сразу хотела ответить на вопрос зачем я завела кроликов кроликов я завела потому что я обещала внучки кроликов я завела не декоративных завела кроликов мясной пушной породы калифорнийский почему именно эту породу потому что она по отзывам скажем опытных кролиководов самая простая содержание и в разведении насчет содержания кроликов в доме и вот выгула скорее всего это будет временное явление несмотря на то что мне сказали они легко приучаются к туалету я поставила сегодня вот такой импровизированный туалет для наших кроликов и как бы туда совочком специально из клетки наших девочек мокрые опилки с запахом мочи девчонок вот самец заинтересовался запах мочи девчонок и он пошел в этот туалетик будут ли они туда ходить во время прогулок писать или нет не знаю а на постоянной основе они у нас живут вот в таких клетках кроличьих до момента пока не приедет настоящая специализированная наподобие как у наших птичек еще мне писали в комментариях будьте осторожны с кроликами они все грызут провода и все остальное проводов в этой комнате у нас нет это комната под щенков они все убранные заранее потому что щенки у нас тоже замечательно все грызут но главный грызун в нашем доме вы никогда дорогие друзья не догадаетесь если даже я вам поставлю такую викторину кто главный грызун нашем доме и перечислю все виды грызунов которые живут с нами вместе это хомячки песчанки щенки которые пока растут они очень любят все погрызть и в общем то собственно говоря можно было бы сказать еще теперь и кролики но нет дорогие друзья вот это вот рыженькое маленькое создание скромно сидящий в углу главный грызун в нашем доме по проводам он не перегрыз наушники от компьютера он не слопал мою любимую гирлянду которую я вешала на новый год вот таким образом он не тут вот эти проводочки по обкусывал теперь у меня не светит моя любимая гирлянда будем ее пытаться чинить он мне перегрыз портновский сантиметр которым я пыталась измерять изделия которые я вижу то есть вот если по скажем так потерям которые были непредсказуемы неожиданные скажем не запланированные то это барон это первый бандит у него теперь есть два имени барон бандит или бандит барон это как вам удобнее вот теперь он гоняет кроликов дуся показать занята не видит как увидит барон получит у нее звездю лёв барон залезает в клетки кроликом если они открыты барон кушает комбикорм для кроликов барон вылезает весь в опилках а потом вот эти опилки все у меня здесь по комнате на пеленках и на моей кровати то есть барон у нас бандит куда там кроликом до барона до барона кроликом очень как далеко насчет ответы на вопросы в подписчиков болеют ли кролики прививаете ли вы кроликов однозначно мы купили их уже привитыми будем прививать и более того у нас вот даже есть специальное средство называется дирофен вот обратите внимание он и для кроликов и для хомячков и мы мышкам песчанкам таким препаратом прогоняем глистов однозначно так же как писали в комментариях а вы знаете что кроликов можно выпускать летом на травку погулять в огороде можно но не нужно потому что вот именно с травки они подцепляют разнообразные болячки вот теперь барон кушает это лук но это короче всем понравилось короче ребят вам сено надо я-то думала мясо но в общем ошибалась я как всегда вот отпуская погулять кроликов на травку вот мы там вместе с прогулкой получаем разнообразных грибки микробы инфекции так далее болеют ли кролики болеют и еще как болеют переносчиками заболеваний кроликов являются комары летом и яку покупала этих кроликов для разведения на племя скажем так что были маленькие крольчатки чтобы моя внучка приезжала ко мне и могла играться с миленькими маленькими крольчатками но на самом деле я не знаю получится у меня это или не получится потому что в разведении кролички очень сложные а вот болеть и умирать кролички могут от любого вообще скажем так фактора например некачественный комбикорм и кроличек уже умер понимаете смена комбикорма а производитель сменился и мы покормили своих кроликов казалось бы та же самая фирма корма а он оказался некачественный в этот раз а в прошлый раз был хороший и наш кролик умер поэтому получится меня их разводить или нет я не знаю и вчера вот я еще читала комментарии что ужас ужас вы завели кроликов откройте второй канал фильтруйте тематику канала ваш канал про собак о любви о жизни а тут вы себе завели значит сельскохозяйственных питомцев откройте второй канал и там показывайте своих кроликов сразу заговорюсь о том никто не собирается показывать на канале моего питомных как как убивают кроликов как готовят из них шашлык пишите в комментариях согласны вы ли с мнением того что надо мне открывать второй канал под сельскохозяйственных животных а вот про собачек и кошечек вот останется этот канал повторяю никто не собирается на этом канале убивать животных наоборот я хотела показать если у меня получится как они будут размножаться будут ли у нас крольчатки как я буду ухаживать за крольчатками поэтому если вам не нравится тематика нашего канала все видео у нас разделены в плейлист и я знаю что некоторым не нравятся улитки которых я содержу и вы можете выбирать по заголовку видео и смотреть те видео которые вам нравятся про котенка про щеночка про кому-то нравится кролики кому-то нравится улитки кому-то нравятся песчанки, кому-то нравятся хомячки. Все видео разделены в плейлисты. Но пишите свое мнение, пожалуйста, в комментариях. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик.